Всем привет! Сегодня у нас не обычное видео, а тематическое. Как вы знаете, Олимпиада на носу уже прошло открытие и сейчас идут во все Олимпийские игры. И вот решил я себе скачать пару программ для того, чтобы посмотреть телевизор. Посмотреть прошлые передачи, которые я по каким-либо причинам пропустил. Или посмотреть, что же будет дальше после этого программы. Вообще, нашел я в App Store всего пару-тройку программ и всего две из них мне приглянулись. Во-первых, это PIRS TV. Как вы видите, обзор уже идет 30 секунд и вы могли замерить некоторые черты интерфейса этой программы. Для начала расскажу вам небольшой гайд о этой программе. Входим в настройки, вводим совершенно в любой провайдер, нажимаем настройки по умолчанию. И, как ни странно, программа запустится и подключится к вашему именно интернет-соединению, к вашему провайдеру, к которому у вас подключен Wi-Fi. То есть, как скажем, если у вас дом root, подключится к дому, если у вас кабинет, то подключится к кабинету. Довольно-таки прикольно все сделано. Как вы видите, когда идет трансляция изображения на экран уже телевизора или ноутбука, высвечивается такое изображение, которое я сейчас привел в виде картинки. На iPad будет написано, что ваша программа подключена к интернету или телевидению. Короче, игра транслируется все достойно и выглядит все достаточно зачетно. В программе есть функция расширения изображения по высоте, нет функции расширения по ширине, но она, собственно говоря, и не нужна. Также есть функция этого программы, которую мы можем посмотреть, ролики, которые были залиты давно. То есть, так скажем, 2-го числа, 2-го февраля, в воскресенье, у нас была программа новости, и мы захотели ее посмотреть. Входим, соответственно, ролик около 18-19 минут, запускаем его и можем с великим удовольствием посмотреть. Однако, эта фишка работает не каждый раз. Дело все связано в том, что чем больше вы смотрите программы, тем более они разнообразны, тем больше пользователи их смотрят, тем тяжелее все грузится и иногда бывает отставание от звука. Это что касается работы версии программы PIRS TV. Что же касается работы программы Crystal TV. Интерфейс практически одинаков, но вообще ничем не отличается. Единственным большим недостатком, я хочу назвать, что изображение, выводимое на телевизор или на экран вашего компьютера, весьма маловато. Если даже будете его растягивать сверху вниз, все равно не получится должного эффекта, который получится на PIRS TV. Однако, в программе есть очень огромный плюс, это то, что все каналы, которые представлены в данном приложении, не глючит и не зависают при каких-либо условиях. Есть версия сигнала, есть управление вашим iPad по громкости, яркости, то есть не нужно трогать ваше устройство. А можно сказать, управлять жестами. Все сделано достаточно неплохо. И, как вы видите, я это привел, опять же, на изображение, которое сейчас высвечивается у вас на мониторах. Написана аналогичная функция, которая есть в PIRS TV, то есть ваш iPad подключен к телевизору или ваш iPad подключен к компьютеру. И, короче говоря, они особо ничего не отличаются. Итак, вот такие две программы. И обе программы, по сути, бесплатные. Что же касается работы первой, я могу сказать, что она очень часто теряет сеть и очень часто глючит изображение. Посмотреть на нее трансляцию на телевизоре будет не так уж и удобно, как на второй. Опять же, на второй программе нет полноэкранного режима, который мог бы удовлетворять вас везде и всегда. Но у каждой из программ есть свои плюшки. У Crystal TV есть подписка годовая, 999 рублей стоит, в которой вы получите каналов 40-50, однако бесплатных каналов 12. А у PIRS TV каналов где-то, так скажем, 22 и все они бесплатные. Однако есть лаги. Вот такой вот обзор получился. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите свои идеи для следующих обзоров и сравнений. Обязательно сделаю их. Подписываемся и до встречи. Продолжение следует...